МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я отдельно хотела бы коснуться вопроса вашего сотрудничества с оркестром народных инструментов ВГТРК. В чем вы, в принципе, видите специфику дирижирования народным оркестром? И как вам этот оркестр в качестве интерпретатора симфонической музыки? Для меня это было совершенно неожиданное... Вы знаете, это вот такой вот... В хорошем смысле слова красивый роман. Вот это ощущение красивого романа, который сложился, безусловно, и память о нем живет в моем сердце. И по сей день вот это ощущение меня не покидает и не оставляет ни на минуту. Почему? Потому что я без ложной скромности. Хочу сказать, что я никогда не соприкасался с народным творчеством, кроме того, что я преподаю на кафедре народных инструментов в дирижировании в Ниссинской академии. Но для меня, так сказать, народное творчество, оно, безусловно, ассоциировалось с именами, с действительно выдающимися музыкантами, это и с Некрасовым, и с Калининым. И, конечно, это действительно, ну, совершенно колоссальный пласт музыкального материала, который, к сожалению, сейчас забыт во многом и потерян. Когда я впервые, первый раз пришел в оркестр, я открыл для себя и его звучание, и, главное, его возможности, потенциал, и профессионализм, и преданность этих музыкантов, то, конечно, я был просто поражен, ну, вот, до глубины души, поскольку ты понимаешь, что это люди, которые, ну, действительно, балансировать на грани невозможного. На грани невозможного, ведь, по большому счету, вот для меня особой разницы нет, это симфонический оркестр. Есть музыка, которую ты преданно служишь, есть та музыкальная мысль, которую ты пытаешься донести в том или ином произведении. Но в случае с оркестром и народным инструментом, то я для себя открыл, что есть возможности, которые были для меня совершенно неизвестны. Это художественные возможности. То есть это, например, пианисимо, которые, вот, тебя, вот, бывает такое ощущение, что мурашки по коже. Вот, ты понимаешь, что то ли тебе это кажется, то ли действительно звучит. И когда ты еще просишь чуть-чуть прибрать, и у тебя уже полосы начинают вот немножечко подниматься, ты понимаешь, что, наверное, вот это так и должно быть, но ты никогда даже вот через себя не мог пронести вот это состояние оцепенения перед звуком, перед возможностями музыканта. Ну, это люди, которые приходили и каждый раз, вот ты их попросил, и они на следующую репетицию это все оставили, вспомнили, исполнили. И, конечно, это позволяет идти очень большими шагами вперед. И когда мы вышли на сцену, меня больше всего поразило то, что они поверили. И это, наверное, для меня послужило авансом к тому, что вот действительно наш роман, он состоялся, ведь все равно эта дорога, она должна привести к результату. И результатом, конечно же, является концерт. И то, что вот нам удалось сохранить и, наоборот, даже еще приумножить и раскрыть все то, что мы нашли вместе, совместными усилиями. Ведь все равно это совместные усилия. Ведь ты действительно до конца не можешь, пока ты не окунешься в этот материал музыкальный, для себя полностью открыть палитру звучания. То есть ты представляешь, как любой образованный человек представляет для себя оркестр звучания на руках. Но ведь, понимаете, оркестр, оркестр рознь. А когда ты соприкасаешься действительно вот с высококлассным коллективом, и ты понимаешь, что, ой, наверное, все-таки ты где-то ошибался, что тут звучание, оказывается, возможности несколько раз превышает то, что ты предполагал. То, что ты предполагал. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А вы бы продолжили сотрудничество с оркестром БГТРК? Как вам сказать, ведь любой прекрасный роман, он всегда, ты всегда надеешься на продолжение. Поэтому, вы знаете, тут можно отдать, наверное, тут есть какие-то силы, которыми этими процессами руководят. Вот. Я жив вот этим впечатлением о коллективе. Вы знаете, самое, наверное, хорошее, это когда вот в тебе живет вот именно такая вот ностальгия и состояние, ощущение того, что ты бы хотел вернуться в то состояние. Вот, наверное, очень редко в жизни возникают моменты, поскольку жизнь, она очень пестра, что вот ты хочешь именно вернуться в тот период, нашего бурного романа. А такое ощущение живет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ